12 часов 19 мы молли уже с хвостиком давайте начинать сегодня у нас 28 апреля как и было анонсировано у нас семинар тринадцатый семинар с красивым названием биологические проблемы современной науки эпистемология научных объяснений каким образом наука объясняет то что она считает объективным научным истинным да а мы страшно антологический антология машин вчерашний текст но прежде чем я представлю сегодняшних наших двух чудесных муклачец мы скажем о том что нашу кафедру как и наш факультет в конце концов пришла неисполнимая потеря валерий грибович кузнецов доктор-профессор следующий кафедры философии методологии науки и не просто руководитель нашего семинара вот тот человек который всегда мне и таня объяснял что семинар необходимо развивать он действительно верил в этот семинар потому что именно молодые должны выступать именно их надо слушать именно им давать надо возможность как можно больше и сказываться задавать им вопросы и не того чтобы корректировать целью может быть инструктивного диалога вот валерий лучше с нами больше нет и мы будем продолжать развивать его семинары и в принципе есть какие-то базовые договоренности о том чтобы вот этот наш семинар ведь именовать его честь времени мы планируем провести в конце мая семинар в котором выступят ближайшие сподвижники и ученики с докладами приглашаем всех уговорительно это 22 мая мы еще посмотрим может быть это будет другая дата потому что надо все согласовать это раз и и впредь мы будем проводить семинары не будем их прекращать несмотря на то что вот с нами нету валерий григорьевич потому что из-за того года до того как попасть в больницу мне написал саша это ни в коем случае нельзя останавливать надо это продолжать вот он был на это очень настроен у меня есть такое серьезное фундаментальное внутреннее доверие валерий григорьевич во всем что он говорил и в этом тоже поэтому я во первых прошу всех его вспомнить и во вторых мы потихонечку без всяких минут молчания переходим к собственно нашим докладам которые есть дело в том числе в память валерий григорьевич у нас сегодня две докладчики я повторюсь ангелина витамбаева название доклада эмпирической философии науки сегодня основные направления перспективы развития полина сергейна петрухина это второй наш докладчик гибридизации философии и science of technology stories возможности и перспективы я не буду озвучивать аннотации с вашего позволения последовательность будет такая что сначала выступит ангелина викторовна мы сформулируем ее вопросы зададим потом полина сергейна мы поступим по тому же плана по той же схеме и и дальше посмотрим может быть анонсируем еще какие-то собственные цели задачи и планы ангелина викторовна вам слово пожалуйста спасибо большое меня хорошо слышно спасибо большое за предоставленное слово и прежде всего за приглашение на ваш научный семинар это вот без всяких большая честь для меня и я постараюсь свой доклад построить довольно компактно и не с большим удовольствием послушать также полина сергейна я надеюсь что наши доклады несмотря на общую очень близкую друг другу тематику я думаю что мы постараемся дополнить друг друга и если мой доклад будет может быть все более обзорным и таким хорошем смысле надеюсь поверхностным то может быть полина сергеевна будет как раз таки возможность на чем-то более подробно остановиться и конечно буду рада вопросам после доклада постараюсь чтобы не превратить в отдельную лекцию вот хотя тема довольно объемная и интересная сегодня основные направления перспективы развития ну начну сразу с того что мы находимся в ситуации современной эпистемологии которая уже имеет дело с состоявшимися современной эпистемологии поворотами так называемые лингвистический поворот исторические материальные которые пришлись по большей части да на 20 век и которые по-своему изменили способы описания науки и собственно по новому поставили вопросы о том как наука производит знания и что представляет собой сама наука как существует научное знание собственно в своем сообщении я постараюсь обрисовать основные направления и так сказать ключевые аспекты которые в частности меня по большей части интересуют рассматривающие возможные варианты ответа на вопрос что представляет собой наука сегодня поворотом к материальному в эпистемологии происходит переориентация с исследования высказываний с исследования пропозиции на исследование научных практик иными словами происходит переориентация с пропозициональной организации знания как совокупности до определенной совокупности текстов на организацию мест инструментов практик производства научного знания поскольку современные исследования науки а к ним относятся и история науки и социология науки и собственно непосредственно направление исследования науки и техники эти современные исследования науки акцентируют внимание не на концептуальном анализе она конкретном эмпирическом материале и данное обстоятельство объясняется как раз таки теми изменениями которые произошли в способах описания исследования науки в двадцатом веке последние десятилетия обращение к научным практикам к энтерическим практикам и как следствие выделения отдельной области эмпирических исследований науки наряду с областью истории науки как таковой то есть появление новой области science and technology studies исследования науки и технологии становится одной из ключевых характеристик трансформации традиционной эпистемологии в современную говоря о современных исследованиях науки о современной эпистемологии в отличие от традиционной эпистемологии мы акцентируем внимание на вот этом обращении к энтерическому многообразию практик и происходящему в этой связи вторжению в пространство философии других дисциплин работающих с этим эмпирическим материалом то есть современная философия науки современные исследования науки характеризуются ориентации на эмпирические исследования науки научных практик которые расширяют это поле дисциплин претендующих на изучение науки как таковой и собственно под современными исследованиями науки когда я них говорю и я в общем то понимаю как раз таки вот эту область исследования сформированную в русле направлений science and technology studies и как я уже сказала со второй половиной 20 века то есть это как раз таки последние десятилетия 20 века и уже можно говорить о том что это начало 21 века в фокусе исследователей науки оказываются фактические режимы существования науки то есть непосредственно научной практики говоря о практике практик о том что составляет современную эмпирическую науку мы понимаем обычно взаимодействие ученых с материальными вещами друг с другом то есть использование какой-то технологического инструментария приборного оснащения науки и в том же в той же степени до создания и научных текстов и создание визуальных образов то есть это все как бы научные практики которые составляют предмет эмпирических исследований при этом пропозициональный порядок науки он никуда не исчезает то есть не следует думать что эмпирическая наука приходит на смену так называемым пропозициональной науки то есть режим существования науки в виде высказываний этот пропозициональный порядок он никуда не исчезает но он просто принципиальным образом расширяется и усложняется и дополняется собственно разными эмпирическими практиками и эти практики которые дополняют этот пропозициональный порядок они выступают своего рода мультипликаторами вот этих множественных режимов существования науки то есть умножают способы репрезентации в науке это мы видим в том числе на графиках да на диаграммах на различных визуальных научных образах то есть на всем том что представляет собой вот такие непропозициональные да не не ли не ли не текстовые формы представления научного знания которые оказываются в то же время вписаны в пространство науки в пространство современной эпистемологии как некоторого концептуального поля описывающего что же представляет собой наука и одной из характерных особенностей вот этой эмпирической философии науки сегодня является на взгляд до современных исследователей науки то обстоятельства что как раз таки появившиеся примерно со второй половины двадцатого века принципиально новые и да во многих аспектах антифилософские на первый взгляд способы исследовать наук как таковую они ведут к определенным изменениям в самом концептуальном поле эпистемологии и вот это смещение исследовательского фокуса на практике требует перенастройку самой оптики исследовательской оптики и концептуализацию вот тех прибавочных элементов которые позволяют по-новому описывать наук которая становится такой гидрогенной и множественной эти способы появившиеся вот эти новые способы описывает науку соответственно изменения которые связи с ними происходят в самом концептуальном поле эпистемологии достаточно радикальным образом ставят в этой связи непосредственно онтологический вопрос по отношению к науке таким образом что мы задаемся вопросом из чего собственно состоит сама наука если мы говорим о ней вот в таком ключе то есть каков онтологический состав науки то есть из чего из чего эта наука сама состоит различия способов исследования науки и знания которые происходят в современной эпистемологии объясняется тем что сама наука как исследовательский эпистемологический объект больше не представляет собой исследования только высказываний но представляет собой да не только высказания что-то еще и соответственно это позволяет нам говорить о том что вот этот онтологически сложный онтологический состав науки каким-то образом изменяется и радикальным образом усложняется то есть пропозициональные формы дополняются не пропозициональными и в этом смысле онтология науки если мы о ней говорим это не та онтология под которой подразумевается что наука нечто утверждает о мире это онтология самой науки как исследовательской области соответственно происходит то принципиальное усложнение того что называется наукой и происходит это потому что наука как оказывается да как это обнаруживают собственно современные исследования науки оказывается принципиально эмпирической более того она оказывается эмпирически многообразный включая в себя многообразие материальных практик, исследовательских объектов, различных репрезентационных форматов, различных социальных институций, видов научной самости, в том числе и включая сами эпистемические понятия, то есть метанаучные понятия. И перед современной эпистемологией встает в свою очередь исследовательский вопрос, как понять эту онтологическую сложность науки, как работать с этими ее фактическими модальностями существования. И в этой связи принципиально эмпирическими становятся и сами исследования науки, наряду с самой наукой. То есть чтобы понять, что представляет собой наука, исследователи идут непосредственно в те места, где эта наука делается. И в связи с умножением способов говорить о науке, в связи с умножением способов исследовать науку, а также непосредственно в связи с переопределением того, что понимается под наукой в результате изменения самого концептуального поля эпистемологии, происходит и переосмысление эпистемических понятий, которые описывают науку, то есть то, что мы понимаем под наукой. К этим понятиям относятся понятия истинности, достоверности, объективности, факта, наблюдения, эксперимента, то есть те эпистемические понятия, которые традиционно описывают науку и научное знание. И при этом эмпирические исследования науки обнаруживают, что в антологический состав самой науки, как мы уже выяснили, который становится сложным и принципиально эмпирическим, в него входят, помимо всего прочего, и те эпистемические местоначные понятия, которые эту науку описывают. И вот в том числе объективность, как эпистемическое понятие, входит в антологический состав науки. Что это значит? Это значит, что эти понятия начинают отсылать в том числе к определенным практикам науки, что позволяет, с одной стороны, их историзировать и исследовать. Вот эти сами эпистемические понятия анализируют, непосредственно исторически изменчивые научные практики. А с другой стороны, это означает, что такое положение дел позволяет сделать довольно сильное утверждение о том, что объективность, например, как эпистемическое понятие, создается непосредственно в научных практиках, а значит, перестает пониматься как некая само собой разумеющаяся абстрактная категория и неотъемлемая характеристика научного знания. Собственное исследование того, что происходит с эпистемическим понятием объективности в исторической перспективе этому исследованию, посвящено исследование Дастона Галлисона «Объективность», вышедшее на русском языке в 2018 году. И, собственно, это исследование как раз стало возможным благодаря той ситуации, которая сложилась в современной эпистемологии. И сегодня я не буду подробнее останавливаться на этой концепции, которая излагается в книге, иначе это займет тоже достаточно много времени. Но, собственно, Дастон и Галлисон показывают, причем очень подробно и достаточно наглядно, что объективность является частью антологического состава науки, а значит, ее исследование становится возможным, например, с помощью анализа научных изображений и материальных практик их создания, что само по себе звучит довольно революционно и по-новому. И в этой связи постановка вопроса об объективности как эпистемическом понятии является одним из актуальных исследовательских направлений современной эпистемологии, которым в том числе я интересуюсь и пытаюсь заниматься, и который, собственно, развивается в последние десятилетия в том числе. И вопрос об объективности в этих условиях, он по большому счету формулируется не «что такое объективность», то есть мы хотим понять не «что это такое», «что это значит», а «как делается объективность» и «как быть объективным». И объективность как одно из эпистемических понятий, как исследовательский объект современной эпистемологии, это не просто абстрактное понятие в традиционном понимании, она отсылает к конкретным исторически варьируемым научным практикам, которые необходимо совершать ученому, как выражению определенной научной самости, чтобы быть объективным. Собственно, это вот тоже об этом пишет Дастин и Галлисон. И, собственно, они как раз-таки определяют объективность как эпистемическую добродетель, как одну, точнее, из эпистемических добродетелей, которая, с одной стороны, имеет свою историю, и эта история не равна истории науки, как, например, мог показаться из оптики традиционной эпистемологии. С другой стороны, она формируется наряду с другими эпистемическими добродетелями, но при этом также не вытесняя их, но лишь выдвигаясь на передний план или же уступая место другим эпистемическим добродетелям в зависимости от того, что в конкретный исторический момент принимается в качестве нормы научности. Соответственно, если мы говорим о том, что объективность появилась в определенный исторический момент, то, скорее всего, в какой-то, опять же, определенный исторический момент в будущем на ее место может прийти другая эпистемическая добродетель, которая будет соответствовать определенной научной практике. сложившейся в зависимости от того, какая сформировалась на данный исторический момент научная самость. И в этой связи, в связи с тем, что исследование эпистемических добродетелей, эпистемических понятий оказывается тесно сопряженным с эмпирическими исследованиями, с эмпирическими практиками непосредственно, мы можем говорить о том, что происходит определенного рода сближение порядка нормативного, то есть порядка эпистемических понятий, с порядком материального, то есть с порядком материальных научных практик, инструментов, артефактов. И для нас, я имею в виду в широком смысле, для исследователей современной эмпирической науки, важным представляется как раз-таки понимание, в том числе, артефакта с точки зрения также современной эмпирической науки, не как того, что необходимо было бы устранить, от чего необходимо было бы отказаться на пути достижения научной объективности, то есть не того, что является определенным побочным продуктом научной практики, но понимание артефакта как того, что является непосредственным участником выстраивания научного знания, непосредственным, можно сказать, актором, непосредственным элементом этой цепочки и того, что вписано в пространство исследований науки непосредственно, выполняет такую определенную эпистемическую роль, даже служит определенной эпистемической вещью, которая несет своего рода тоже определенное знание и может что-то в свою очередь сказать о самой науке, которая, как мы уже выяснили, является сложной и эмпирически разнообразной. И, собственно, объект современной эпистемологии, наука, опять же, если пользуясь терминологией латура, называть ее наукой в действии, наукой в ее истории, множественной наукой, она оказывается помещенной в поле действия вот таких разветвленных и разнообразных связей и материальных практик, в которых побочные, да, продукты эмпирических процедур или полученного какого-то материального объекта служат не удалению, да, из этой цепочки выстраивания научного знания, а служат непосредственно тем, что помогает как раз-таки производить это научное знание. И вот в этом смысле как раз-таки, например, материальный артефакт, он, кажется, неразрывно связанным с объективностью, да, в условиях, когда, собственно, изменяются вот эти способы исследовать науку и описывать науку. И что еще следует сказать, что поскольку многообразие научных практик поделило, можно сказать, пространство производства науки в зависимости от приверженности тем или иным техникам и инструментам с одной стороны и с другой стороны приверженности определенной этической позиции, да, как пишут также Дастин Калисон, позиции, выработанной конкретным ученым с целью достижения определенного результата. В этом смысле объективность, как эпистемическое понятие, проблематизируется как характеристика не самого содержания знания, как было, например, в традиционной эпистемологии, как считалось, что объективность характеризует научное знание, а она становится характеристикой непосредственно научных практик, то есть непосредственно того, кто эту объективность практикует. Соответственно, проблематизация вот этого соединения порядка нормативного с порядком материального в современной эпистемологии предполагает анализ не только высказываний, но и в общем самих научных практик. И в этом смысле в своей диссертации я рассматривала как раз-таки именно изменения, происходящие с эпистемическими понятиями на примере как раз-таки понятия объективности артефакта, как, на мой взгляд, наиболее показательный пример тех изменений, которые происходят с эпистемическими понятиями в современной эпистемологии. То есть я как раз-таки анализировала те изменения, которые происходят в содержании и функции эпистемических понятий и превращают их в объект эмпирических исследований. Немного еще остановлюсь на том, чем характеризуется вот такое сопряжение порядка материального и порядка нормативного, о котором я говорила. С одной стороны, абстрактные, теоретические, универсальные традиционные эпистемологии, как я уже говорила, это понятия такие как истина, объективность, они подвергаются определенной эмпирической реконструкции в современной эпистемологии, то есть начинают исследоваться с точки зрения их применения, грубо говоря, на практике, что позволяет по-новому поставить к ним вопрос, например, к чему отсылает объективность, когда перестает мыслиться в неразрывной связи с наукой, какими практиками характеризуется практика быть объективным, то есть объективность традиционно связанная с научным знанием, перестает пониматься как само собой разумеющаяся характеристика науки. И будучи понятием, которым пользуются в то же время сами ученые, то есть будучи не только метанаучным эпистемическим понятием, но и непосредственно научным понятием и тем нормативом, которым ученые сами оценивают свою деятельность, объективность оказывается собственно изменчивым понятием, включенным в разные эмпирические практики разных исторических периодов, то есть объективность, будучи частью самого антологического состава науки, оказывается проблематизирована таким образом, что превращается в объект непосредственно эмпирических исследований и в качестве такой эмпирически прослеживаемой эпистемической добродетели в терминологии Дастона Галлисона уже не является сущностной характеристикой науки собственно ее история да история объективности уже оказывается не не равна не сопротивляя истории науки и это с одной стороны с другой стороны чем характеризуется сопряжение порядка нормативного с порядком материального это тем что если мы опять же как я уже говорила понимаем артефакт не как то что традиционно должно подлежать устранению из описания научного порядка для достижения адъективности или для достижения научной истины понимаем его как то что становится частью не только онтологического состава науки но и самого концептуального поля современной эпистемологии то есть своего рода переориентация артефакта из материальной потенциально устранимой вещи в эпистемическую вещь то можно говорить о том что в современных исследованиях науки осуществляется своего рода такая эпистемическая реабилитация артефакта то есть превращение его именно в такую значимую для эпистемологии вещь играющую эпистемическую роль и несущую определенную эпистемическую значимость и собственно вот такое понимание артефакта которое позволяет приписывать ему определенную эпистемическую значимость оказывается тесным образом связано с теми изменениями которые происходят например в практиках научного наблюдения в определенные исторические периоды и в том числе которые происходят сейчас в современных исследованиях науки в последние десятилетия и уже сейчас в 21 веке поскольку мы имеем дело с переходом ну уже практически да с совершившимся переходом от науки к технонауке и с появлением все больше новых научных практик связанных с цифровизацией с все более возрастающей ролью визуализации поэтому научное наблюдение претерпевает определенные изменения которые позволяют некоторым исследователям ставить вопрос например о трансформации объективности уже в так называемую цифровую объективность и собственно изменения в практиках научного наблюдения влекут за собой изменения в способах описания наблюдаемых явлений и как следствие в самих эпистемических понятиях которые описываются наука эмберическая наука сегодня и именно область визуального становится сегодня как раз таки пространством анализа объективности и ее истории не в прошлом а уже возможной ее истории в будущем поскольку эта область позволяет охватить различный спектр эмберических практик и в первую очередь визуальных и поскольку Дастин и Галлисон как раз таки в своем исследовании истории объективности использовали в качестве рабочего инструментария научные атласы как также на их взгляд наиболее показательный пример иллюстрирующий происходящее изменение в смене эпистемических добродетелей то собственно современные исследователи также используя уже цифровые образы визуализации и новые технологии научного наблюдения визуализации в том числе используя достижения нанотехнологий современной науки ставят вопросы о том в частности каково будущее научной объективности если мы говорим о том что научная объективность например не характеризует науку на всем протяжении то есть можем ли мы говорить о том что на смену объективности придет какая-то эпистемическая добродетель и если придет то какая здесь готового ответа конечно нет здесь больше вопросов пока что чем ответов поскольку новые методы визуализации новые методы компьютерного моделирования становятся очередным революционным прорывом в научных практиках наблюдения и эксперимента и конечно если опять же обращаясь к первоисточнику мы говорим о том что именно изменения происходящие на уровне научной самости как своего рода конфигурации научного субъекта практикующего определенную эпистемическую добродетель если изменения происходят на уровне научной самости и влекут за собой изменения в научных практиках и практикующих практикующихся эпистемической добродетели то современные технологии позволяющие в том числе говорить о все более возрастающей роли искусственного интеллекта они естественно будут ставить вопрос о том а кто же является вот этой новой формой научной самости кто в конечном счете является субъектом принятия решения кто является наблюдателем кто является тем субъектом который да производит какие-то научные практики если у научных практик ранее был субъект который должен был эти практики производить а теперь практика может например производиться без субъекта значит ли это что происходит какое-то изменение в отношении эпистемической добродетели ну опять же повторюсь здесь пока что больше вопросов чем ответов и я думаю что наверное я на этом буду завершать таким хитрым образом вот тем более смотрю что уже по времени практически вышло уже из регламента ну и да наверное свой доклад завершен на этом и постараюсь ответить на тогда вопросы ангелина прежде всего спасибо вам большое за доклад доклад деланный во-первых мне показалось видно вашу заинтересованность и конечно нам надо сейчас постараться задавая вопросы все-таки понять базовые понятия то есть простите за тавтологию но вот с базовыми понятиями разобраться вот как раз у нас Андрей задал вопрос в общем чате но по всей власти он готов его устно воспроизвести Андрей мы вас внимательно слушаем всем здравствуйте спасибо Ангелина за доклад да я в чат написал такой короткий вопрос вот вообще были ли даны какие-то исходные рабочие определения понятия объективности понятия артефакта или это как-то самоподразумевается хотя в общем философ самоподразумевающиеся вещи как раз должен объяснять вот то есть может быть просто я где-то это не услышал ну и у меня еще есть вопрос я не знаю как удобнее отвечать последовательно или сразу все спросить давайте сразу все вот еще вопрос такой возникает вот если мы говорим об ну некой новой антологии науки и причем порожденной эмпирической философии науки в отличие ее ну как путевопоставление с предыдущей эпистемологией которая занималась грубо говоря только научными теориями научными высказываниями хотя такая в общем-то эпистемология третьего-четвертого позитивизма не всегда она была такой вот то возникает следующий вопрос а зависит ли антология от той науки которая изучается поясню почему этот вопрос возникает наверное получим сильно разные результаты будем ли мы смотреть на математику или на какие-то другие науки и ну вот если провести такую градацию да вот есть математика как наука есть теоретическая физика как как бы субнаука в науке физики есть ряд других все более мягких наук да есть биология есть социология вот и с организацией с антологией с организацией науки там будет все сильно по-разному и с тем что мы понимаем под объективностью то есть если результаты математиков обычно крайне строги и когда-то они были идеалом науки во многом то на противоположном поле все по-другому ну вот как вы могли бы это прокомментировать поскольку у меня некоторый опыт есть работа не только в сфере философии но в сфере двух других наук математики биологии то тоже некоторое мнение есть на этот счет да спасибо спасибо большое за вопрос я тогда постараюсь ответить ну если потребуется какие-то уточнения то тогда попрошу вас еще раз задать вопрос значит что касается первого опроса рабочих опринений объективности артефакта ну возможно это действительно прозвучало очень таким проходящим образом и как-то вскользь или как само собой разумеющийся ну тогда еще раз да поясню что я говорю об объективности артефакте в каком понимании значит под объективностью да я подразумеваю эпистемическое понятие с помощью которого описываются так сказать так сказать определенные отношения между объектом и субъектом появляющиеся в результате соблюдения определенных норм правил требований да предъявляемых ими друг другу ну возможно это как-то сложно прозвучить но прежде всего это эпистемическое понятие описывающее науку да то есть связанное с научным знанием и говоря об объективности я также подразумеваю тот контекст который задают Достана Галлис на которых я ссылалась в своем докладе да то есть я говорю об объективности как определенной эпистемической добродетели и в этом определении также соединяется эпистемология и добродетель из сферы этики что позволяет как раз таки в этом соединении показать что объективность связана с одной стороны с неким нормативным порядком то есть с тем что приписывается да субъекту практикующему объективность в виде определенных норм и правил по отношению к его научной практике с другой стороны добродетель здесь также появляется не случайно она характеризует объективность с точки зрения тех этических норм которых должен придерживаться научный субъект научная самость я тоже меня проскальзывала в докладе это тоже не моя придумка это от Дастана Галлисон то есть тот набор этического инструментария который заложен в субъекте чтобы быть объективным вот наверное может быть сумборно как-то так что касается артефакта то под артефактом в широком смысле я понимаю те материальные вещи которые с точки зрения традиционной эпистемологии подлежали устранению сонтологического состава науки то есть это как бы те искажения в научном в научных практиках которые с точки зрения современной эпистемологии являются как раз таки необходимым элементом то есть опять же я говорю материальные это может быть действительно какие-то материальные вещи которые не не подлежат устранению да входят вот в этот эмпирический этологический состав науки и как раз таки наверное переходя к ответу на второй вопрос скажу что может быть может быть это прозвучало как-то в моем докладе то есть выглядело более сложно чем подразумевалось мной на самом деле но говоря об антологии науки я говорю не по-моему я вначале старалась на этом акцентировать внимание что я подразумеваю как раз таки антологию науки как то из чего наука состоит да именно антологический состав науки даже не антология науки а именно антологический состав то есть если да с точки зрения традиционной эпистемологии мы могли сказать что антологический состав науки это пропозиция да это высказывания научные то с точки зрения современной эпистемологии антологический состав науки включает не только тексты не только пропозиции но и различные там лабораторные практики в различные эмпирические исследования и в том числе и социальные институции. То есть вот этот онтологический состав науки, он усложняется и умножается вот такими различными непропозициональными формами. А действительно, если, например, рассматривать математику, ну да, здесь, конечно, наверное, неправильно говорить о том, что в математике что-то там вдруг становится эмпирическим с точки зрения современной эпистемологии. Здесь, по большому счёту, как раз меня, то есть когда я говорю об эмпирической науке, и вот я, кстати, вижу в чате тоже вопрос о том, что такое эмпирическая философия. Говоря об эмпирической науке, да, мы говорим о том, что наука становится преимущественно эмпирической. Ну, понятное дело, что, например, в математике, ну опять же, может быть, вы меня поправите, да, мы, там, например, не можем такого утверждать. Вот, поэтому здесь как раз-таки меня интересует не то, как изменяется там антология или как становится антология эмпирическая там с точки зрения различных наук. Здесь меня просто интересует, как изменяются способы, как изменяются с точки зрения современной эпистемологии, современных исследований науки, отношение к описанию, к пониманию того, что вообще представляет собой наука. Спасибо огромное. Ангелина, можно попросить вас всё-таки ответить более развернуто на вопрос, что мы понимаем под тем филосочетанием, которое обозначено в заглавии вашего доклада, именно эмпирическая философия. Да, вот, да, тогда вижу этот вопрос. Да, эмпирическая философия, но я как раз-таки вот, ну, в докладе я, в общем, практически даже, наверное, и не говорила, то есть не использовала словосочетание эмпирической философии, я больше говорила эмпирические исследования науки или современные исследования эмпирической науки. То есть, скорее, я как раз-таки схожу из того, что современная эпистемология, будем говорить как современная эпистемология, как часть философии в широком смысле. Можно я помешаюсь, если что-то... Я буду очень много говорить про эмпирическую философию, поэтому я, наверное, смогу в докладе осветить, что это такое, и что для меня это тоже проблемный термин, это абсолютно не делентатизм, это действительно такое очень проблемное словосочетание, которое, тем не менее, активно сейчас используется. Поэтому я как раз буду много говорить, именно используя это понятие и про него. Полина, спасибо огромное. У нас, Татьяна Олеговна, вопрос. Мы слушаем. Да, спасибо большое, Ангелина, за доклад. Значит, первое, что я хотела бы порекомендовать, особенно те, кто недавно, как домашнее задание читал Дастин и Кальсон, я вам рекомендую почитать диссертацию Ангелины Викторовны, потому что текст очень-очень хороший. Я вам честно могу сказать, потому что я с Ангелиной защищалась в один день, я знаю, о чём я говорю. Значит, у меня такой, знаешь, у тебя вопрос, вот мне кажется, вот все эти вопросы, которые тебя задают, вот мне кажется, ты прям про ядро науки говоришь. Я прошу прощения, что, может быть, я сейчас уйду немножко в сторону, но вот я просто сейчас вернулась с институт экономики, как раз у нас опять мы обсуждали там, что такое наука и экспериментальные практики. Вот смотри, у меня есть такая гипотеза, согласна ли ты с ней, что, конечно же, не во всех науках, но происходит, то есть вот ты говорила об онтологии науки, но вот ты, в частности, уже практически ответила на этот вопрос. Не кажется ли тебе, что, в частности, в многие науки, для которых, я бы сказала, не эмпирические методы, а именно экспериментальные, не являлись основополагающими, вот перемещение, то есть изменение методологических практик в конкретных областях, ну, например, вот там в экономике Вернон Смит, вот есть работа, переведённая на русский язык недавно, экспериментальная экономика. То есть, например, если экономика изначально эмпирическая наука, и меня постоянно критикуют, когда я говорю, что там не эмпирическая, все показывают, что была математизация, формализация, давно уже есть, но вот экспериментальное исследование, это современные исследования, там в социологии появляются тоже экспериментальные практики, то есть практики, которые не характерны для социогуманитарных, то есть, естественно, я не говорю про физику и остальные области. Вот не кажется ли тебе, что из-за как бы перенесения методологии, а у нас в соответствии с Дастоном и Галлисом получается, что методология становится определять антологию, то есть не так, что она, то есть изначально, грубо говоря, есть какое-то предметное поле у каждой науки, и она задается тем объектом, который она исследует, то есть как будто бы антология сначала бы задавала методологию, а тут получается, что как бы мы подразумеваем, что у нас есть какой-то метод объективный, ну то есть вот, грубо говоря, вот как вот то, что проводит в том числе Дастон и Галлисом, и получается, что мы идем за методом, пытаемся сохраняться в рамках этого метода, и получается трансформация определенная, ну там, ну это уже мой такой вопрос, в конкретных науках антологии меняются, то есть объект трансформируется, потому что мы пытаемся остаться в рамках определенного, вот именно экспериментальной, точнее слово, эмпирической, эмпирической методологии, то есть вот тут у меня такой, ну я не знаю, может быть, близко тебе, не близко, но я просто говорю, я-то вижу это в конкретных науках, и мне кажется, что это так. Дальше, значит, второй такой вопрос, знаешь, вот то, что я слышу, опять же, когда я пытаюсь отбиваться как философ от конкретных ученых, вот когда, то есть когда мы говорим об антологии конкретных наук, ну там сложно, но обычно можно ответить. Вот меня сегодня тоже спрашивал, значит, физик, экономист, а как бы, ну как бы, что, во-первых, какие уровни есть в науке, там есть ли там макро, микро и мезо, и вообще, что такое антология наук, то есть можем ли мы говорить, что есть какая-то антология именно самой науки вообще, то есть вот как нам, философам, ну как ты считаешь, вот и от чего она зависит, если не конкретных дисциплин, а вот вообще как бы, ну ты просто произнесла антология самой науки, то есть вот я говорю, то есть я вот, поскольку я общаюсь не с философами очень часто, вот мне обычно, я прошу прощения за это слово, прилетает, вот как бы можно было бы отбиться от того, что прилетает, вот, но мне еще много вопросов, но я потом думаю, что я еще и лично тоже задам, потому что мне очень интересно. Хорошо, Таня, спасибо большое, я надеюсь, что может быть Полина тоже, если что, меня потом дополнить или поправить, потому что, насколько понимаю, у Полины тоже тут большой опыт общения с таким, непосредственно с учеными, в отличие от меня, да, у меня, может, не такой большой, вот, но я вот, что касается первого вопроса, ну, у меня здесь нет такого однозначного ответа, я думаю, что здесь, да, нужно порассуждать, но вот какое-то зерно истины для объективности в том, что мы идем вслед за изменяющейся методологией, наверное, есть, но опять же, мне кажется, что здесь такой очень сложный и неоднозначный процесс, такой нелинейный, вот, что здесь одно все равно влияет на другое, то есть изменяется, да, методология, да, появляются эмпирические методы исследования, и они позволяют обнаружить, что вот на самом деле и вот сама антология, вот, этой научной области, она тоже вот такая сложная, не такая, как казалось с точки зрения использования другой методологии. Вот, наверное, как-то так бы я ответила, если очень кратко. Что касается второго вопроса, то, да, я действительно говорила об антологии науки как таковой, но, опять же, скорее я использовала вот этот термин наука в таком привычном для нас традиционном понимании, вот, но, конечно, с точки зрения современной эпистемологии говорить о науке вообще, ну, по большому счёту тоже уже не совсем корректно, потому что если мы говорим о том, что антология науки оказывается множественной, то, соответственно, наука как таковая оказывается множественной, поэтому единой какой-то антологии вот самой по себе у науки, ну, по большому счёту, получается, что и нет, то есть в зависимости от вот этого множества наук, с которым сталкиваются современные исследования науки, оказывается, что у этого множества, да, есть вот такая множественная антология, которая, ну, не является единой для науки, потому что говорить о единстве науки, да, с точки зрения вот современной эпистемологии, ну, уже так получается такой оксюмора. Вот, наверное, так отвечу. Спасибо. Спасибо. Я прошу вас, Альсамай, небольшой уточняющий вопрос. Вот, смотри, Ангелина, ты сказала, что как бы не может быть одной антологии у науки, то есть как бы есть антология у каждых наук. Тогда получается притязание на то, что мы ищем какой-то универсальный метод, ну, грубо говоря, какие-то экспериментальные практики, которые были бы объективны бы в любом случае, тогда, может быть, не совсем корректно в данном случае, тогда, может быть, нам искать конкретную практику для конкретной антологии, для конкретной науки. То есть вот я пытаюсь бить по поводу универсализации. Как тебе кажется? Ну, вот, да, здесь универсализация, говорить об универсализации сложно, потому что как раз-таки идёт своего рода отказ от этой универсализации, от этих универсальных научных понятий, которые проблематизируются, собственно, с точки зрения этой внутренней множественности. Поэтому, наверное, вот говорить о таком универсальном научном методе, например, понимая под ним объективность, ну, наверное, да, в каком-то смысле не очень корректно с точки зрения современной эпистемологии, да, поскольку, если мы опять же возвращаемся к разговору о том, что объективность, да, не равна научности, то, наверное, как бы единый научный метод, он, ну, не знаю, есть или нет, но, по крайней мере, да, вопрос стоит остро. Спасибо огромное. Максим Ковалев, у вас сохранился вопрос, потому что мне хочется ещё... Да, у меня два вопроса, я там написал, там, в чат. На самом деле, я вот хотел, правильно ли я услышал фразу о том, что антология – это пропозиции, вот там вот такая была формулировка, мне она показалась, ну, в общем, требующая уточнения, потому что, в моём понимании, это было немножко всё-таки антология – это никак не пропозиция, я, возможно, что-то не понял, поэтому хочу уточнить. И ещё у меня был вопрос о... Господи, сейчас, вот тоже там сказали... Научная санкция. А? У меня тут завис чат. Ну, вот пока сейчас на первого, я сейчас вспомню второй вопрос. Ну, да, антология – это не пропозиция, да. Я говорила, скорее всего, да, вот, может быть, так сложилось впечатление, я говорила в начале о том, что антология науки, да, с точки зрения традиционной эпистемологии представляла собой, так сказать, отсылку к некоторым пропозициональным формам науки, в отличие от современной эпистемологии, которая понимает под антологическим составом науки не только включающие в себя пропозициональные формы, но включающие в себя и непропозициональные формы. Поэтому пропозиция и антология – это неравнозначные вещи. Да, и вот еще у меня был вопрос, вы там говорили о научной и субъективности. Самости. Да, вот самости, вот научная самость – тоже такой вот термин, который мне показался, ну, как минимум требующий уточнения, потому что тут тоже как-то у меня вот растерянность некоторая в этом плане появилась. Что такое самость научная? Так, что такое научная самость? Да. Ну, да, опять же повторюсь, это термин, да, из Дастана Гадисона, да, ну, грубо говоря, под типом научной самости понимается исторически сформированная, да, научная, как бы форма научной субъективности, практикующая определенные научные практики и следующая, да, использующая определенную эпистемическую добродетельку. Вот, если так, в очень-очень кратком виде. Можно я тоже тогда еще раз вмешаюсь, там в оригинале используется слово «селфи», переводчики этой книги очень много и долго пишут о том, почему они выбирают для перевода слово «самость», и почему им не нравится слово «субъективность», потому что субъективность очень тесно оказывается связана с объективностью, как ее некоторым таким обязательным дополняющим компонентом, и поэтому они, поскольку научную самость они рассматривают не только в связке с объективностью, как эпистемической добродетелью, появляющейся в определенную эпоху, как уже Ангелина озвучила, а самости бывают разные и связаны с разными эпистемическими добродетелями, вот поэтому они выбрали такое слово. Но в оригинале в английском это «селф». Ну, потому что, да, есть как бы научная школа, там есть целый ряд терминов, которые определяют то, что они хотят сказать, такое ощущение, что это не как-то придумано. Там не совсем к школе отсылка, там отсылка скорее вот к таким техникам самости Фуко, то есть как бы практике себя, вот такая отсылка. Ну, это такая история, я понял, такая постмодернистская. Ну, допустим, ладно, хорошо, но мне он кажется немножко искусным. Ладно, бог с ним. Максим, спасибо вам. Спасибо. Смотрите, в книге, о которой сегодня идет речь, если вы обратитесь к главе 4, вы все узнаете про научную самость. Вот, если нужно, я могу на кафедре оставить текст, чтобы вы его, так сказать, живьем прочли. У нас есть… Просто у меня прям флег такой прям, вот. Я просто, прошу прощения, последнюю игру, вот сам, в конце концов, это такая вот у меня сразу аллюзия на флегу просто, и они как-то вот взяли его и переиграли. Скорее. Ну, значит… Какой-то он искусственный какой-то. Дело в том, что вообще мы видим, мы слышим, да, насколько те понятия, вот то пространство, о котором только что рассказывала Ангелина Викторовна, то пространство мысли, о котором сейчас нам будет рассказывать Полина Сергеевна, оно очень захватывает. И для того, чтобы вам научиться его, может быть, имея собственный бэкграунд, как мне кажется, знание истории науки, глубокая история на знание, знание науки со стороны как раз научной, но не эпистемологической и не философской, вот, надо все-таки прочесть книжку. Тогда получится. Ну, согласен, я ее не читал, да, поэтому прошу прощения, но вопросы у меня возникли. Спасибо. Да, Андрей, у вас поднята рука, это что-то значит? Ну, в принципе, у меня есть еще некоторое количество вопросов и комментариев, но я не знаю, насколько у нас со временем. У нас все плохо со временем, потому что у нас хороший доклад. У меня один вопрос, я просто Ангелина Викторовна, я должна его вам задать, он короткий, он очень сложный, очень короткий. Я понимаю, зачем книгу назвали объективность, потому что надо было ее продавать. Я не понимаю, зачем вы используете термин, содержание которого не соответствует ожиданиям от этого термина. Зачем это? Почему надо искать по-прежнему объективность, если там нет ни антологии, ни эпистемологии? Что мы работаем, вот, а это объективность, и поэтому и Андрей Михайлов, и Максим Ковалев всегда будут задавать ему вопрос, а что это такое? О чем идет речь? Почему такая приверженность объективности является ли? Может быть, все-таки, вот, я просто предположу, с чего моя мысль началась. Все-таки философия – это история про нахождение, рождение концептов. Может быть, пришло время, вот, что-то такое найти и исследовать это, что будет больше, ну, ни в коем случае не соответствовать, потому что корреспондентская концепция тут уже не работает, но вот, может быть, что-то заменить антологию, то есть объективность, или нас интересует объективность. Почему объективность? Почему придерживаемся поиска ответа на вопросы о ней? Таня машет головой. Таня не хочет отказываться от объективности. Александра Марковна, спасибо большое за вопрос. Действительно, очень сложный. Ну, опять же, как я сказала в конце, здесь пока больше вопросов, чем ответов. Ну, у меня пока вот по итогам написания диссертации сложилось впечатление, что, ну, действительно, может быть, на смену объективности что-то и придет, что заменит ее и станет таким новым эпистемическим концептом, которым нужно будет посвятить также отдельное исследование. Ну, возможно, это пока что просто действительно, как сказать, да, по старой памяти пока что это то, что характеризует научное знание, и пока то, чего еще наука не может в полной мере отказаться, ну, возможно, как раз-таки новые эмпирические исследования позволят вот найти что-то, нащупать, что придет на смену объективности. Ну, посмотрим. Как раз получается, что мы сейчас занимаемся эпистемологией научных объяснений. Единственное, что хотелось бы, чтобы в этом вот в стремлении объяснить науке, в чем она не права, мы бы шли навстречу к науке, а не подняла. Спасибо вам, Ангелина, огромное. Доклад прекрасный и великолепный, было очень интересно, много вопросов. Мы еще раз вас поблагодарим все и переходим ко второму докладу. Парина Сергеевна, вам, пожалуйста, слово. Александра Марковна, можно попросить право демонстрации экрана? Включено. Спасибо. Прошу, прощения пока включать. Можно один вопрос? Как еще этот автор зовут? Там два автора, если про книгу «Объективность». Да. Лорейн Дастон и Питер Галлисон. Сейчас напишу тогда в чате для удобства. Да, спасибо большое. И так, пока Ангелина пишет авторов, я, наверное, начну. Начну тоже с благодарностей за возможность поучаствовать в семинарии, возможность рассказать то, что меня тоже волнует и интересует. Меня очень заинтересовали, увлекли вопросы, которые обсуждались после доклада Ангелины, поэтому спасибо Ангелине за ее прекрасный доклад, который вызвал такую бурную дискуссию. На вопросы, которые были заданы, у меня есть очень много чего бы мне хотелось сказать, но все-таки, чтобы не уходить от темы, я расскажу то, что я собиралась рассказать, что меня в этом проблематическом поле интересует. Если Ангелина, в основном обсуждая вот эту современную ситуацию в новых философских, эмпирических исследованиях науки, по большей части акцентировала свое внимание именно на науке, то какой наука предстает нам в новых оптиках ее изучения и исследования, то я сосредоточу свое внимание скорее на философии, на том, как вот эти новые представления науки, новые антологии науки или наук, чтобы говорить корректно, трансформируют саму философию. И, собственно, почему меня это интересует, почему здесь вообще, в принципе, речь идет про философию, если, да, вот эти все эмпирические исследования науки, да, они эмпирические, а, собственно, причем здесь напрямую философия, как она связана вот с этим многообразным комплексом исследований, которые принято объединять под аббревиатуру СТС, которая расшифровывается по-разному Science Technology Studies, Science Technology and Society. Ну, такой вопрос для меня важный вопрос апологетики, потому что действительно не всегда очевидно, причем здесь философия, особенно когда сам имеешь опыт вовлечения в такого рода эмпирическое исследование, там, когда ты погружаешься в это многообразие эмпирической реальности, не всегда понятно, какие задачи там может решать напрямую философия. Ну, и, соответственно, я начну свой доклад вот с этого страшного или странного понятия эмпирической философии, которое для меня тоже не является однозначным каким-то бесспорным, я не уверена в том, что это действительно адекватный термин, но, тем не менее, он используется, он широко используется, в частности, вот есть даже целый сборник, который называется Empirical Philosophy of Science, соответственно, в него включены работы непосредственно людей, которые так или иначе причисляют себя к академическому полю философии, но, тем не менее, вот такой интересной, странной философии эмпирической, ну, и во всяких, ну, в общем, есть очень много таких институциональных проявлений того, что эта эмпирическая философия появляется как дисциплина, там, в частности, на конференциях учреждаются соответствующие секции, причем на очень крупных конференциях типа Конгрессов Международного Союза Истории, Философии, Науки и Техники. Вот на прошлом Конгрессе была отдельно секция, посвященная эмпирической и ужас-экспериментальной философии. Но, кроме этого, вот понятие эмпирикал философии используют, ну, такие, в общем-то, можно сказать, классики, в том числе Science and Technology Studies, как Анн Мари Молл, вот своей, насколько я понимаю, последней изданной ею книге, она активно обращается к этому понятию и называет то, чем она занимается, собственно, эмпирической философией. Ну и, наверное, многим известный Бруно Латур очень часто меняет терминологию, за ним уследить сложно, но в одной из работ политики природы он вообще говорит, что он в том числе занимается или планирует заниматься экспериментальной метафизикой. это уже что-то совсем, да, похоже на оксюмарон. Соответственно, это такая актуальная проблема, что такое вот эта эмпирическая философия, потому что, ну, она, очевидно, как-то в дискурсе как минимум присутствует. И здесь, ну, важным, наверное, будет разобраться с тем, что такое эмпирическое, как оно здесь понимается. Я не буду сильно проблематизировать сейчас это понятие, хотя, конечно, стоило бы и можно было бы, тем более, что для философии, конечно, эмпирическая представляет собой проблему, тем более для философии науки, после всей масштабной работы, проделанной, чтобы показать теоретическую нагруженность этого самого эмпирического, проблематичность разговоров о каком-то эмпирическом базисе науки и так далее, вот приведительно к каким-то наукам, которые философию изучают, вдруг сама философия становится эмпирической. И здесь, наверное, самым таким удачным ходом будет сосредоточиться на одной важной черте в том, как понимать здесь это эмпирическое, не как какой-то там чувственный опыт и так далее. Здесь важно то, каким образом мы получаем доступ к этому эмпирическому, что это эмпирическое предполагает определенные условия работы с ним, оно, иными словами, связано с определенными инструментами или техниками, или, если говорить уже совсем широко, с особыми методами, при помощи которых мы получаем доступ к тому, что здесь так обширно называется эмпирическим. Именно поэтому в основном здесь речь идет про методологию, и когда мы обсуждаем эмпирическую философию, самые интересные вопросы, на мой взгляд, лежат как раз в сфере методологии. И можно затронуть, как мне кажется, и если мы анализируем историю развития вот этих сложных отношений философии СТС, там выявляются два блока проблем. Во-первых, можно смотреть и исследовать, трансформируется ли методология собственно философского исследования. Часть эмпирических философов, в частности, те, которые были заявлены в вышеуказанном сборнике, читают, что да, собственно, эмпирическая философия в их понимании это такое сращение философских вопросов, философской проблематики с эмпирическими методами, которые заимствуются из вот этого многогранного комплекса социальных наук, микросоциология, этнометодология, этнография, антропология и так далее. И, соответственно, здесь эта гибридизация понимается вот так, философские вопросы или какие-то философские концепты, как в случае с объективностью, исследуются при помощи каких-то эмпирических методов. Ну, историческое исследование сюда тоже можно включить. Второй блок вопросов посвящен, собственно, философскому осмыслению методологических проблем, которые во многом и инициированы этой вот такой первичной гибридизацией. Такая рефлексия над методом, и даже, как мне кажется, дальше над целями философского исследования, поскольку это с методом оказывается тесно связано. И я сейчас последовательно рассмотрю эти два блока вопросов. Первые трансформации, которые, возможно, переживает или переживала философия, вот эта методологическая гибридизация, которую можно проследить, и наиболее ярко это видно, как мне кажется, в таких ключевых или классических работах для этой дисциплины, но в частности для лабораторных исследований, работы Амлатура-Вулгара, лабораторная жизнь, карантнорцетины, и так далее. Вот в их работах можно видеть то, что я здесь понимаю под гибридизацией, хотя, конечно, гибридизация здесь тоже такой проблемный термин, как будто можно было бы, можно было бы говорить о каких-то чистых СТС абсолютно до и вне философии, откуда-то появившихся. Конечно, философская нагруженность в СТС была изначально, хотя сами эти СТС позиционировали себя как оппозицию философии, но определенного рода. Оппозиция философии, которая их не устраивала, а именно такая философия науки, которая как раз разделяла некоторые установки нормативизма, что есть какой-то единый научный метод, мы должны пояснить, в чем он состоит, и, соответственно, ученые все должны следовать этому научному методу, чтобы считаться учеными, установки эссенциализма, что есть какая-то сущность той самой науки в единственном числе из большой буквы ее природа, такая установка универсализма и так далее. Вот СТС позиционировали себя как оппозицию вот такой философии, но, конечно, это не значит, что в их классических первоначальных работах, ранних работах никакой философии вообще не было. Она там, безусловно, была, потому что не спровергая один набор философских базовых установок, таких онтологических, эпистемологических и так далее, на их место надо ставить какие-то другие. И, ну вот, собственно, через отказ от этих установок к их замену чем-то, да, замену представлений о единой науке на какую-то вот такую множественную, гетерогенную, разнородную, установка, смещение с позиций нормативизма на такую дескриптивную позицию, что мы описываем вот эти разнородные, конкретные, частные науки, которые нам раскрываются при помощи вот как раз эмпирических методов, и так далее, и так далее. Установка на тезис о конструктивистской природе научного знания, собственно, такой базовый и ключевой для всех, наверное, представителей СТС, так или иначе, они по-разному этот конструктивизм понимают, но тем не менее. Вот, собственно, здесь можно говорить о формировании такого гибрида. То есть дисциплинарно они, конечно, себя философами не считали, но, по сути, вторгались на проблемную территорию философии, по-другому ее размечая, ставя по-другому исследовательские вопросы, там ни в чем сущность науки или знания, а как это работает, как это реализуется в неких локальных конкретных условиях, например, в какой-то определенной, даже не то чтобы отрасли, дисциплине научной, а в конкретной лаборатории. Ну и в свою очередь философия науки с течением времени, разумеется, не могла проигнорировать эти работы, эти результаты, которые были получены в сфере СТС, вот этих вот бунтарей, которые себя к философии вроде как не причисляли. И вот как раз авторы, которые участвовали в составлении процитированного мной выше сборника, вот они как раз демонстрируют такую осознанную реакцию на эти новые какие-то достижения, вызовы, заимствуя у этого первоначально конкурирующего с их дисциплиной подхода, их, собственно, главное орудие, оружие, исследование и борьбы с вот этой кабинетной философией науки, эмпирическую методологию. И это вот как раз уже, мне кажется, гибрид в такой полноценном смысле, потому что это вполне осознанное и целенаправленное исследование именно философских проблем с использованием вот этих вышеупомянутых эмпирических методов, включенное наблюдение, интервьюирование, различные социологические методики фиксации, сбора, расшифровки, анализа устной речи и так далее. Вот это такой появившийся гибрид, который я называю для себя академической эмпирической философией в противовес вот такой не вполне академической философии, которую можно встретить в работах, которые себя как философские напрямую не обозначают работы в сфере СТС. И здесь вопрос, да, все это хорошо и понятно, но, собственно, меняется ли что-то в философии как интеллектуальной практики, потому что можно же задаться вопросом, что да, хорошо, мы должны как-то больше принимать во внимание эмпирические реалии, в которых существует наука, но почему мы должны называть это философией, почему мы не должны говорить о том, что есть там социологи, микросоциологи, этнографы, антропологи, которые занимаются своей работой, и есть философы, которые, тем не менее, все равно занимаются своей работой, но просто с учетом того, что делают этнографы, социологи и так далее. И даже если мы там говорим, что какой-нибудь там условный Латур или Карен Кнор Цетина занимаются тем и другим, но они просто совещают две роли, экономят на рабочей силе, но действительно ли задевает это как-то философией, то, как она практикуется. Здесь мне кажется, что в ряде работ это действительно так, а в некоторых работах нет, а именно, вот как раз, на мой взгляд, по крайней мере, в некоторых работах вот тех самых классиков СТС это так не срабатывает, там не получается так, что философ просто берет какой-то материал, обработанный, полученный другими, другими и как-то анализирует его на каком-то принципиально ином, даже не будем говорить, более высоком уровне. И даже если посмотреть на работу Латура про Пастера, она такая очень показательная, что с одной стороны у Латура там очень явно поделены, если вы эту работу читали или видели вообще, представляете, о чем идет речь, там две части. Первая часть, собственно, про Пастера, такое историческое, как раз эмпирическое исследование, а вторая часть, ну, казалось бы, прямо, мягко скажем, сугубо философская, потому что там прямо такая идет очень, жесткая метафизика. И вроде бы, вот можно сказать, да, вот он разделил, там есть эмпирическое исследование, а есть такое прямо метафизическое, даже не просто философское, но вот эти и редукции, но эти и редукции, вторая философская часть работы Латура, принципиально не может быть отделена от эмпирической части, потому что, когда мы ее выделяем отдельно и пытаемся рассматривать или читать в отрыве от всей эмпирической работы, которую делает Латур, там получается, ну, по крайней мере, это так помягче сказать, в общем, не вполне понятно, что Латур там имеет в виду. В общем, текст выглядит очень странно, прямо максимально странно, если не сказать чуть менее корректно. Работает, вот эти редукции работают только если мы, и, собственно, сам Латур, как автор, осуществляем вот эту установку по сбору эмпирического материала, а именно следование за актерами. И вот только это непосредственное следование за актерами, пусть даже и не прямое, поскольку Латура историческое, исторический кейс рассматривает, конечно, к Пастеру впрямую подойти, следить за ним не мог, но вот он очень внимательно и очень такой прям микроуровне рассматривает все, что сопровождало открытие Пастера его вакцинации от сибирской язвы. И вот как раз этот, вот то самое эмпирическое, этот эмпирический материал оказывается тесно связан с теми, и неразрывно связан с фалсовскими результатами, которые Латур получает. И более того, даже техника получения этого материала, вот эта установка на следование за актерами, она уже, в свою очередь, предопределяется некими базовыми предпосылками, которые, в свою очередь, связаны с философской программой Латура. Потому что, ну, в каком-то смысле, в философии науки так или иначе всегда с каким-то материалом работало, но исходя из других базовых допущений. Вот как раз то, что там Ангелина говорила про науку как про позиции. Там, да, может быть, не вполне удачно говорить о том, что это антология науки, но, в принципе, по большей части суть науки сводилась к тому, что наука – это набор каких-то утверждений, высказываний о мире, которые мы можем найти в научных статьях в виде сформулированных теорий, их доказательств, которые подкрепляются, если это эмпирические науки, еще какими-то эмпирическими данными. Но в итоге эмпирические данные, они служат тому, чтобы мы смогли сформулировать какое-то утверждение, которое мир описывает на любом языке, на языке математики и так далее. И, соответственно, главный источник работы – это по большей части для той философии науки, с которой дискутирует СТС – это научная статья. И это совсем другой тип материала, чем тот, который вы можете найти, если вы буквально придете в лабораторию и будете смотреть, что там происходит. И даже, более того, научные статьи можно читать по-разному и видеть в них не какую-то модель реальности, уж тем более не ее отражение, а, как, опять же, это показывает Латур, читать эти статьи и видеть в них риторические стратегии убеждения, стратегии запечатывания черных ящиков, убеждения оппонентов и так далее. И, в общем, в любом случае здесь разделить философию, эмпирическое исследование довольно сложно. Ну и вот то, о чем говорила практически, как мне кажется, весь свой доклад Ангелина, это те трансформации, которые философия переживает в связи с тем, что меняются вот те какие-то базовые концепты, которые она использует, меняются базовые установки, способы постановки этих философских вопросов. И как бы в любом случае, даже если мы можем отделить вот этот сбор эмпирического материала от его философской обработки, как мне кажется, происходит уже вот у современных эмпирических философов, вот опять же в том сборке, у них как раз это разделение есть. Почему? Потому что они берут вот эти базовые установки, которые были выработаны в классических работах СТС, вот все эти отказы от универсализма, эссенциализма и так далее, конструктивизм, материальность практик. Но они берут это уже как нечто готовое, как нечто, что уже стало в терминологии латура черным ящиком. И как бы на их рельсах уже гоняют свои составы вот из этих многочисленных эмпирических кейсов, которые там множатся в колоссальной прогрессии. И это тоже своего рода проблема. Но в любом случае, вот там, мне кажется, как раз отделить сбор материала от его философской обработки вполне можно, но, тем не менее, эта философия все равно другая, поскольку она все равно трансформировалась, поскольку трансформировались вот те самые способы вообще задавать философские вопросы. И в этом смысле, если вернуться к вопросам про объективность, про ее определение, про рабочее понятие объективности, вот для Дастин и Галлисон такой задачи вообще не стоит. Они работают иначе, они выбирают себе некоторый некоторый сектор вот этого самого эмпирического, очень четко оговаривают, что это за сектор. Это визуальные практики, причем практики очень конкретные, это научные атласы, составление научных атласов. И дальше они смотрят, как на примере изготовления иллюстрации к научным атласам работало то, что предварительно сейчас мы можем назвать например, на первичном каком-то этапе исследование объективностью, потом оказывается, что эта объективность она там как-то меняет свой смысл в зависимости от того, в какую эпоху мы заглянем, какой атлас возьмем и что мы там в нем увидим. Поэтому там даже способ работы он другой. Но если говорить о том, куда дальше идет развитие вот этой философской проблематики, связанной с эмпирическими исследованиями, то как я это вижу, там идет такое дальнейшее разворачивание философской рефлексии и с развитием ИСТС философская нагруженность не всех, но некоторых проектов данного междисциплинарного комплекса приобретает еще такой более фундаментальный характер, переходит на новый уровень рефлексии, когда этой рефлексии подвергается уже собственно методология самих ИСТС, статус тех описаний науки, которые они производят, и собственно роль метода и роли места самих этих ИСТС в том, что они делают, что за описание они производят, в каком модусе они работают. Ну и наиболее ярко выражен этот аспект в работах исследователей, которых условно можно отнести к актерно-сетевому подходу, Джон Ло и уже упоминавшиеся мною Анна-Маримол и Бруно Латур, и вот Ло как раз очень интересно акцентируется то, что так или иначе справедливо для современных работ Латура и Мол, но Ло в своей книге после метода это просто еще очень эксплицитно проговаривает, что метод он не является дескриптивным, он не описывает какую-то реальность, он перформативен, и вместе с описанием он так или иначе вносит, ну если не говорить о том, что он прямо конструирует какую-то реальность, так или иначе он вносит какое-то свое влияние, он как-то вмешивается в ту реальность, которую он призван описывать, поэтому метод нельзя рассматривать просто как набор каких-то более или менее успешных процедур, которые нам что-то сообщают о данной реальности, задавая ее описание, он одновременно участвует в ее какой-то пересборке, и это замечание про метод переносится этими актовно-сетевыми теоретиками и на собственные работы, то есть а что вообще, о чем ИСТС, вот про эту, да, самую, антологию науки, наука сама, сама, как таковая, сама по себе, вот в этой оптике так это не работает, разумеется, не говорит методология, пусть даже эмпирическая, которую используют эмпирические философы или там ИСТС, ИСТС, истешники, она не говорит о науке как таковой или даже о науках во множественном числе как таковых, она так или иначе задает вот такие какие-то антологии, которые оказываются уже трансформированными в результате их вот такого вмешательства, такой, ну, если проводить, конечно, более понятную аналогию эффект наблюдателя, но не знаю, насколько он здесь адекватен для Ло, но мне кажется, что-то он здесь проясняет, и что еще здесь важно, важно вот такая осознанность и рефлексивность в отношении выбора метода, который мы используем, потому что мы должны понимать, что выбираем мы теперь не только собственно сами методы, но и те реалии, которые они помогают задавать или создавать, а основание этого выбора неизбежно смещается в такую прагматическую плоскость и определяется практическими эффектами и посредствиями, которые вот эта пересборка несет, и как Латур эту ситуацию описывает, он говорит, что современные стес должны ставить целью небезупречную репрезентацию фактов и непростое выявление условий их возможности, вот как раз на что, как мне кажется, были направлены исследования в сфере стес на первом этапе, но обсуждение вариантов решения актуальных проблем и вопросов, решений которых мы заинтересованы, и в этом смысле у метода оказывается и в принципе вот такого рода исследований появляется такой оттенок, который Ло прямо называет политическим, в общем-то Илла Турова называет политическим в широком смысле, поскольку мы так или иначе оказываемся вовлеченными в учреждение некоторого продиктованного определенной проблемой, определенными интересами порядка, и собственно эту ситуацию выбора метода и учреждаемых им реалий Ло называет антологической политикой, в которой задача исследователей уже заключается не в том, чтобы себя как-то максимально изъять из мира для создания отстраненного описания, а задача исследователя состоит в том, как в этот мир адекватнее включиться, чтобы его описание и какие-то его работы помогали решить какие-то актуальные проблемы. Ну вот собственно этим занимаются в своих последних работах Латур конечно не в самый последний, но последний в том числе. Латур и Мол, и наверное у меня прямо подробно сейчас времени про это говорить нет, но я так кратко скажу, что вот эта ситуация, которая видится такой инструменталистской трактовкой философии, когда мы философию рассматриваем как некий инструмент решения вот этих самых актуальных, стоящих перед нами задач и проблем, и вот если возвращаться к вопросам, которые были заданы Ангелине, вот Латур он как раз пытается задать то, что он называет метафизическим ротом в ситуации, когда да, с одной стороны мы имеем вот такое бесконечное потенциально множество гетерогенных, ну, например, образов науки, которые у нас принципиально вроде как не должны подводиться под какую-то одну науку с большой буквы, но с другой стороны, даже когда мы говорим про вот эту множественную антологию науки, мы все равно задаем некий какой-то единый костяк, да, мы предполагаем, что есть вот эта множественность, что эта множественность носит такой антологический характер, ну, иными словами, вот по латуру нам в каждой ситуации нужно задавать вот такой метафизический мрот, некоторую антологическую конфигурацию, которая будет способна выдерживать трансформации, которая будет довольно гибкой, которую можно как-то наделять разным, навешивать на нее какие-то разные уже эмпирические содержания, но тем не менее какой-то вот такой гибкий костяк метафизический, он гибкий, но в то же время метафизический, он должен присутствовать, но вот латур в книге «Политики природы» такой костяк пытается собрать и не только для науки, а в принципе для вот этого неразрывного единства наука и общества, ну и техника, вот все вместе, вот, ну, мол, немножко другой аспект, но я про него сейчас, наверное, подробно говорить не буду, и закончу доклад каким-то таким обзором перспектив и возможностей развития вот того, что открывается для этих двух направлений подходов, первое направление, которое продолжает вот эту классическую линию гибридизации, то есть просто исследование каких-то философских вопросов путем применения новых каких-то эмпирических методов, оно, в общем-то, не заканчивается, у него есть довольно много перспектив, связанных с тем, что применять его можно очень много где еще, но далеко не все лаборатории исследованы, ну и так далее, в общем-то, здесь открывается большая, большой раздолбля каких-то возможных исследований, современные работы показывают, что там исследуются, например, какие-то звуковые аспекты, sound studies привлекаются, как звуки влияют на работу ученых в лаборатории, и как это тоже сказывается на каком-то, ну, возможно, сказывается, возможно, нет, на каком-то нашем понимании антологии науки и так далее, вот, ну и еще они ставят задачу какой-то дальнейшей еще интеграции, гибридизации с другого рода эмпирическими науками, не с теми, с которыми СТС был связан изначально, такие науки более социального профиля, а, например, с когнитивистикой, со всякими нейроисследованиями, и включить сюда вот еще такой аспект, который связан с уже не с условно-социокультурной детерминацией научного познания, но еще с какими-то такими когнитивными аспектами. Вот, с одной стороны, да, тут много таких интересных перспектив и возможностей, но вот такой классический подход сращения философии и эмпирических методов, ну, и, в принципе, классических понимаемых СТС, он пришел к целому ряду, столкнулся с целым рядом проблем, из которых самые, на мой взгляд, фундаментальные, это проблема целей отдельных кейс-стадис, то есть, зачем вообще сейчас ими заниматься, да, с одной стороны, много можно интересного узнать, если еще больше расширять нашу сферу, расширять какой-то возможный доступный нам эмпирический материал, но, если посмотреть на изначальную мотивацию, зачем, с какой целью проводили свои исследования, вот те самые классики, опять же, оппозиция вот этой, в их понимании, какой-то неверной философии науки, неверным подходом в исследовании науки, ну, собственно, сейчас, наверное, можно сказать, что вот так неверно науку мало кто понимает, ну, собственно, нет такой сейчас острой необходимости обосновывать там, социальность, историчность, локальность, материальность научных практик, ну, это такой, по большей части это уже, наверное, все-таки мейнстрим, даже конструктивизм в познании, может быть, чуть менее из разряда тезисов common sense, но, тем не менее, тоже довольно сильная позиция, и как-то количественно наращивать эту массу качественных отдельных конкретных исследований только ради этой цели не особо представляется, нужным. Плюс, если обратиться к самому Латуру, то в одном из своих интервью Латур, как раз оценивая современное состояние междисциплинарного комплекса СТС, он говорит, что да, изначальная цель была трансформировать тот самый common sense относительно науки, что есть какая-то там наука с большой буквы и так далее, что наука вся сводится к реалистичным описаниям, отражению действительности самой по себе, но нельзя все время критиковать вот эти какие-то наивные реалистические представления науки, потому что они уже мало для кого релевантны, и нельзя бесконечно разрушать абстрактные представления о науке как сущность с большой буквы Н, нужно идти дальше, и для Латура путь дальше это вот как раз решение каких-то значимых онтологических и практических вопросов, которые связаны с решением каких-то конкретных проблем, выходящих собственно как раз за рамки непредвзятого исследования со стороны, а включения в какие-то коллаборации с учеными, ну и собственно вот сам Латур описывает, что он там активно пытается сотрудничать с климатологами, с метеорологами, с биохимиками и так далее, и так далее, ну например, чтобы решить проблему климатического скептицизма, составить какую-нибудь геополитическую карту СО2 и так далее, вот такие аспекты, ну собственно это вот как раз аргумент в пользу скорее вот подхода, который такой перформативного подхода, который декларирует Лола, Тур и Мол по отношению вот к этой такой классическому пониманию эмпирической философии, ну и плюс тут две проблемы, которые вытекают, вот собственно из того, что мы множим эти отдельные кейстайдис, у нас фрагментируется исследовательское поле, нету какого-то ярко выраженного единства, не очень понятно, да, у нас много этих отдельных исследований, ими полны тематические журналы, но не очень понятно, опять же, про цели, что с этим делать, они все распадаются, да, кто-то там про нейробиологическую лабораторию, кто-то про гравитационную физику, и как, и что с этим делать дальше, они вполне ясны, и для некоторых исследователей также встает проблема микро- и макромасштабов, что опять же, эти исследования, они все носят очень локальный микрохарактер, мы идем в конкретную лабораторию, что-то там смотрим, исследуем, обращаемся к каким-то конкретным практикам, конкретным проблемам, которые мы можем охватить нашими эмпирическими качественными методами, но, да, как переходить к каким-то более крупным масштабам и объяснять какие-то явления, и можем ли мы вообще объяснять какие-то более масштабные явления, которые охватить качественным эмпирическим исследованиям нельзя. Это такие открытые проблемы, которые сами исследователи очень активно обсуждают, причем, как ни странно, ну или вернее, наверное, логично обсуждают их по большей части представители вот такой эмпирической философии, которая много над методом рефлексирует и которая предлагает, что там надо как-то что-то с этим методом дополнительно делать. Но здесь я суммировала все, что я уже выше про этот подход сказала. Ну, наверное, последнее, что я здесь замечу, что да, они очень активно апеллируют к слову политический, говорят о том, что у них, их работы носят некий политический аспект, и это, конечно, повод задаться вопросом и даже выступить с критикой, что, собственно, и делает, ну, например, Гарри Коллинз, который вот очень выступает категорически против такого заигрывания с политикой, против АСТ в частности, против актерно-сетевой теории, которую вот как раз возглавляет Латур. Почему? Потому что, ну, вот как Коллинз и как, наверное, мы по большей части понимаем политику, вот как что-то принципиально, ну, или желательно отдельное от науки, и вот Коллинз видит здесь проблему статуса и авторитета научного знания, которые, хотя и не преднамеренно, но были значительно ослаблены именно благодаря деятельности СТС. Ну, и вот здесь, да, вспоминаются все эти научные войны, в которых обвиняли как раз вот всех этих теоретиков в том, что они подрывают авторитет науки, мешают ей нормально работать. И Коллинз, хотя Коллинз сам в этих научных войнах выступал-то как раз на стороне, которую в этом обвиняли, но Коллинз, тем не менее, очень обеспокоен стремлением отдать вот решение этих каких-то крупных социально значимых вопросов на какую-то совместную дискуссию, на вот эти коллаборации, потому что это вот грозит тем, что вот Коллинз как бутрирует, да, что научные проблемы будут решаться обывателями в ходе какой-то вот этой тотальной демократизации практик производства знания, ну, в частности, научного знания, и выступает против инициированный, ну, в том числе теоретиками СТС борьбой с монополией ученых на практике знания, практике получения объективного достоверного знания. И для Коллинза вот как раз проблема демаркации, наличие границ между наукой и политикой вполне очевидно и значимо, но, правда, вот там был вопрос про критерии демаркации. Коллинз, как представитель СТС, опять же, решает довольно сложным путем этот вопрос у него. Это демаркация предполагает анализ уровней, специфику экспертного знания. Вот у Коллинза и его коллеги Эванса есть целая концепция уровня экспертизы, в которой он показывает, что вот в научном знании, в научных практиках задействуются особые типы экспертного знания, которых явно не хватает, не будет хватать каким-то там обывателям или людям, которые находятся вне конкретной научной практики. И под практиками Коллинз здесь понимают в основном языковые практики, не материальные. Соответственно, если вы находитесь вне этой языковой игры, Коллинз последователь Витгенштейна в том числе, то вы не сможете полноценно как-то участвовать в какой-то коллаборации с учеными, что-то там с ними решать совместно. Ну, понятное дело, что да, если мы анализируем какую-то такую фундаментальную науку и какие-то вопросы, которые связаны вот с той же самой гравитационной физикой, которую 50 лет исследовал эмпирическим путем вот тот самый Коллинз, да, можно спросить, какое там вообще может иметь отношение к вопросам, касающимся фиксации и детектирования этих гравитационных волн, философ или социолог, который за этим наблюдает, как он может каким-то перформативным образом туда, в эти вопросы вмешиваться. Это, ну, как мне кажется, такой открытый вопрос, и не случайно теоретики, пропагандирующие такой перформативный подход, берут в качестве таких показательных примеров как раз те научные практики, которые очень тесно и просто очевидным образом слиты с какими-то другими социальными практиками, а именно они берут медицину, там, как мол, они берут, как латур, климат, проблемы экологии, климатических изменений, ну, вот и так далее. Вот, это, в свою очередь, да, такой вопрос насчет того, насколько ограничен вот такой подход в понимании эмпирической философии. Вот, ну, я, наверное, уже тоже очень много времени заняла, поэтому я на этом закончу. Спасибо большое за внимание. Анна Сергеевна, огромное количество вопросов. Да, я уже вижу. Эти книги, да, мы попытаемся сейчас их структурировать некоторым образом по авторам вопросов. Вот, мы должны вас поблагодарить, потому что очень интересный доклад. Сейчас слышно, как вы пытаетесь развивать что-то уже известное, все это методологически, так сказать, продвигать дальше. Ну, вот, вопросы разного плана. Можно мы пойдем просто последовательно по чату? Единственное, у нас есть, поднятая была с самого начала рука у Татьяны Олеговны. Давайте мы начнем с нее. Татьяна Олеговна, ваш вопрос, пожалуйста. Татьяна Олеговна, я, в принципе, могу и в любой момент, Полина Сергеевна, спроси, поэтому давайте, как бы, сначала всех, кто хотят, а потом, если останется время, я спрошу, если не получится, я точно спрошу Полину Сергеевну. Татьяна, ваш вопрос, и мы пойдем дальше. Хорошо, значит, Полина Сергеевна, у меня такой вопрос. Смотрите, вот вы говорили про изменение философии в контексте вот этого эмпирического там поворота и эмпирической философии. Значит, у меня возник вопрос, как нам понять, что произошло изменение философии. То есть, смотрите, предположение, что если в конкретной науке в результате экспансии какого-то метода произошло изменение, мы понимаем, что там появился новый объект или объект каким-то образом трансформировался. Ну, то есть, мы понимаем, что происходит какое-то антологическое изменение. Значит, как вам кажется, как мы могли бы оценить изменение философии, это первое. Значит, ну, то есть, это как раз, видите, вопрос, это вопрос об антологии философии. То есть, как мы можем заметить изменения, если, ну, как бы у философии, грубо говоря, нет такого объекта, как есть там в экономике, физике и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос, вот по поводу последнего, что у нас есть, грубо говоря, микро и макро уровень, что есть конкретный кейс-стазис, конкретные исследования, которые слишком узкие. Это, очевидно, понятно. Но, может быть, вот вместо того, чтобы погружаться в политику, может быть, нам напомнить о том, что есть такая дисциплина, как философия, вот то, что говорила Александра Марковна. Может быть, нам уйти от исследования практик и заняться концептами. То есть, вообще-то, ну, изначально философия – это про концепты. Вот как раз тут про тот, ну, такой не макро уровень, а вот такой вот, ну, такой отстранённый, ну, не отстранённый в смысле, а такой, ну, как бы, вот над, взгляд над какой-то дисциплиной. И, может быть, тут не нужна никакая политика, ну, то есть, политика как ангажированность, как я понимаю. Может быть, этого не нужно. Может быть, им просто напомнить, что есть философия, которая занимается концептом, то есть, занимается анализом вообще предметного поля, там, конкретных дисциплин или вообще науки. То есть, да, вот так. Спасибо. Да, первый вопрос я, конечно, такого-то исчерпывающего ответа не дам, потому что, собственно, это, да, как раз проблема, которая меня, собственно, и волнует, да, как там проследить, изменяется ли философия, если очевидным образом понятие меняется, мы к нему, вот, как видим, привесили определение эмпирической, да, появляется какая-то эмпирическая философия. Ну, и, как бы, перенимая вот те практики, исследования, которые ориентированы на работу с эмпирическим материалом, да, я вот как раз предлагаю посмотреть, что делают те философы, которые, или те исследователи, которые заявляют, что они так или иначе работают в сфере эмпирической философии, и посмотреть, чем то, что они делают, отличается от какой-то другой философии, от философов, которые себя эмпирическими не считают. То есть, опять же, такое, да, в каком-то смысле эмпирическое исследование. Но, да, здесь возникает проблема, можем ли мы говорить про изменения, или же мы говорим просто про отказ от философии, то есть про ее какое-то вот дисциплинарное поражение, как отдельной какой-то дисциплиной области, как только она вот, да, сливается с эмпирическим, она, собственно, перестает быть философией. Конечно, можно занять такую позицию и сказать о том, что вот философия, она принципиально не может быть слета ни с чем эмпирическим, и как только мы об этом говорим, оказывается, что здесь вообще уже не философия. Но здесь мы тогда, получается, должны исходить из какой-то такой предпосылки, что есть некая сущность философии, которая остается такой монолитной, неизменной, и более того, что философия, она сама по себе вот какая-то тоже единая и негетерогенная, в отличие от науки, которую она изучает. Ну, мне кажется, что, я, конечно, не скажу, как все там на самом деле, но мне кажется, что примерить, вот этот зеркально отобразить подход, что если наука, которую мы исследуем, она вот такая множественная гетерогенная, то можно это как бы отобразить и на философии. Возможно, в философии тоже могут быть разные способы работы, и, конечно, да, переходя к следующему вопросу про анализ концептов, анализ понятий, да, в том числе, но, опять же, с одной стороны, мы не можем сказать, что те же любимые нами Дастед и Галлисон с понятиями не работают. Они работают с понятием объективность, но работают с ним другим образом. Они смотрят, как использование этого понятия коррелировало с теми или иными способами практиковать то, что вот под этим понятием подразумевалось. Ну, то есть, иными словами, что значило быть объективным в случае составления того или иного атласа в ту или иную эпоху. Ну, то есть, это тоже работа с понятиями, но другого рода. И вот здесь, да, как бы сложно сказать, насколько мы уже не в философии или еще не в философии. Вот, а по поводу того, что философия может выступать каким-то таким объединяющим, объединяющим и единым полем, который как раз решает проблему вот этой разнородности отдельных единичных кейс-стадис, да, это возможный вариант ответа, но он такой, он очень очевидный на поверхности, да, что вот у нас есть разнородные вот эти кейс-стадис, придет философия, и она все решит, все объединит в одну единую картину. Это как бы аналогично тому, как рассматривалась философия, в принципе, ну, там, если мы возьмем, там, Гуссерля или, там, Рикерта, что философия, да, она за единство. Вот у нас есть специальные науки, они про какие-то частности, про отдельные какие-то сегменты этого мира, а философия, она вот вообще какой-то такой единый базис задает. Здесь как бы ситуация похожая, но только не про науки вообще, а про ситуацию в рамках, да, СТС. У нас много разных исследований в сфере СТС, но придет философия, она будет заниматься вот этим единым. Но здесь проблема-то в том, что эти СТС максимально подрывают понятие единого и говорят о том, что никакого единого нет. И не очень понятно, как тогда философия будет здесь, если даже она захочет, все равно работать и устанавливать какое-то единство. То есть как бы здесь проблема, она очень глубокая. Сами эти исследования, они принципиально говорят о том, что никакого единства в таком каком-то простом понимании быть не может. И это такой сложный вопрос, какое здесь может быть вот это вот что-то общее, чтобы их объединяло или как-то связывало, но при этом, чтобы сохранялась вот эта вот какая-то их принципиально дорогая, их сердцу гетерогенность, разнородность и так далее, локальность. Вот, ну да, я не знаю, сколько это ответа на ваши вопросы, но это просто так, еще размышления. Спасибо вам большое. Давайте начнем с Андрея. Андрей Михайлов, пожалуйста. Так, я попробую дать некоторую проблематизацию под тем вопросом, который я в чат написал. Ну, с того, так немножко и сбоку, вот как социальных философов очень часто спрашивают, а чем они отличаются от социологов. И ответ обычно такой, что на самом деле грань привести довольно сложно, ее нет. Но в том, но отличие в том, что социальная философия включает в себе некоторые метод теоретические вопросы, и с другой стороны, социальный философ вряд ли будет заниматься полевыми исследованиями. Вот, а так вообще говоря, есть некий контин. Вот, это я к чему? К тому, что в концепте эмпирической философии нет ли вполне такой традиционной роли философии, как мета-теоретического анализа. То есть, ну, философия науки – это что? Это теория науки. Она теория о теориях, теория того, как теории соотносятся с чем-то вне теоретическим, с экспериментом, с практикой, с технологией, с обществом и так далее. То есть, что более-менее такая традиционная функция философии. Ну, потому что наука не всегда доходит до этого мета-теоретического уровня, хотя его подразумевает. И выкинуть этот мета-теоретический уровень, в принципе, нельзя. То есть, все попытки остаться, ну, как бы исключить энтологию, они проваливаются. Ну, точно так же, как нельзя остаться только на эмпирическом уровне, исключив теорию, или остаться на уровне инженерной практики, исключив эмпирическую науку и так далее. То есть, ну, вот мы в таком мире живем, что вот эти иерархии рефлексии, она, видимо, бесконечна. Ну, и на что намекает всякие теоремы типа Гёделя. Вот. Значит, ну и, соответственно, тогда, что, собственно, сделал Аттур? Ну, он предложил некую другую теорию науки, чем была принята у других теоретиков на позитивистском профиле, например, у Поппера, там еще у кого-то. Ну, и в рамках вот этой теории науки, со своей другой антологией, ну, пытается так или иначе ее обосновать и использовать. Вот. Ну, и, соответственно, отсюда вот этот второй вопрос, насколько так уж сильно эти способы задавать вопросы изменились. Или просто у нас, ну, еще одна концепция науки, которая, ну, что-то нам открыла, она вполне имеет право на жизнь и полезна. Вот. Но не такой революционный разрыв, как хочет им казаться. Вот. Ну, и, соответственно, третья проблематизация. А что, собственно, нам это дает? Да. Ну, ведь проблема... Есть одна базисная проблема, которая, видимо, ну, вообще лежит в основе, пожалуй, и философии науки. А, собственно, как отличать истинное знание от ложного? Как нам избегать заблуждений? То есть вот философия науки, да, должна помогать решать этот вопрос. То есть если мы его не решаем, то чем мы вообще занимаемся? Ну, а теперь вот из этого вопроса хотелось бы как раз немножко к эмпирии перейти. Вот два таких эмпирических кейса из научной практики. Если мы возьмем математическую физику, то обычно нет больших дискуссий, есть консенсус о том, о доказательстве той или иной теоремы в сфере математической физики. Ну, например, решение какого-нибудь волнового уравнения, что вот оно имеет такой-то вид, да, и вот так-то описан. То есть обычно теорема как бы либо доказана, либо не доказана, за редкими специфическими исключениями. Но обычно такое понимание есть. Ну и вообще говоря, вот все объекты строго определяются математической физикой. Ну и потому что это математические объекты, какие-то функции там, отображения и так далее. А вот другой пример. Да, кстати, здесь я еще... Ну хорошо, ладно, давайте закончу эти примеры приводить. Другой пример, такой более понятный, хорошо всем нам известный. Были в физике, атмосфере и океан, и она же климатология, два замечательных кейса. Первый кейс – это ядерная зима. Второй кейс – глобальное протепление. Но очевидно, что они противоположны. Здесь есть некоторая проблема с обоими этими кейсами. Ну, проблема в том числе и с политическим влиянием на науку. Да, это вот к вопросу о том, как избегать заблуждений. Ну, вот, собственно, это набор проблематизаций. А еще, по-моему, у меня было замечание... Да, скорее, ну, к предыдущему накладу и к этому тоже. Там, когда спрашивали о вот этом инструментализме и так далее, ну, ведь известно, да, что объекты можно определять через операции над ними. То есть в этом смысле здесь тоже нет такого уж, что чего-то сильно революционного. Но это в сторону замечания. Вот на предыдущую проблематизацию вот хотелось бы получить какую-то реакцию. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. Очень развернутые, интересные комментарии. Ну, собственно, про, по крайней мере, первую часть, да, про революционность. Ну, собственно, я тоже об этом как раз и думаю. Не случайно я как раз ставлю под вопрос. Ну, и, может быть, не так это было явно. В моем докладе я как раз хотела показать, что будет, если мы попытаемся утвердительно ответить на вопрос, изменяется ли что-то в философии. Ну, конечно, да. Здесь есть вариант ответить на этот вопрос отрицательно и сказать, что там что-то, очевидно, не меняется. Ну, собственно, там что-то и должно сохраняться, если мы все равно это называем философией. Что-то, конечно, там должно остаться, но про способы постановки вопросов. Наверное, здесь можно говорить, что какая-то, да, фундаментальная их философская окрашенность, да, она остается, но, тем не менее, какие-то, ну, опять же, примеры, которые я приводила, какие-то конкретные способы постановки вопросов меняются. Ну, в частности, вот исследователи вот в этой эмпирической философии не задаются вопросом, ну, или, по крайней мере, не в таком виде им задаются вопросом, в чем вот сущность науки, каков вот тот самый критерий демаркации истинной науки от неистинной, не решают его, не задаются им в том смысле, что есть какая-то вот сущность науки как таковой самой по себе, которую можно выделить, и на основании этого довольно легко решать как бы на будущее вопросы о том, что будет являться наука, и что нет. Для них это вопрос, который укоренен в конкретных практиках, то, как наука делается, как она, вот, переходя к вопросу про истинную ложность, да, как она убеждает в том, что именно ее утверждения истинные, потому что, ну да, проблема, что есть истинное знание, как избегать заблуждений, ну, возможно, да, она стоит, но здесь же вопрос о том, как мы понимаем здесь истину, это же тоже не вполне однозначное и беспроблемное понятие, что есть истина, какое знание мы оцениваем как истинное. Вот, собственно, как раз вот эти эмпирические философы в том числе задаются таким вопросом, но, опять же, не абстрактно, что есть вот истинное знание само по себе, а как понимают истинное знание в тех или иных конкретных науках, и что есть там истина в той или иной науке, ну, вот с объективностью, поскольку мы уже с ней так начали работать, вот как раз, опять же, на примере книги Дастин и Галлисон, вот они как раз показывают, что объективность вот в тех науках, которые предполагает визуальный ряд, визуальное сопровождение, она отличается от объективности, ну, в частности, вот таких точных, предельно математизированных науках, где, собственно, какие-то визуальные и иллюстративные атласы не предусмотрены, у них есть там даже, если я правильно помню, глава «Структурная объективность», которая немножко как бы отходит от их основной темы, но там они в том числе затрагивают, что вот объективность, да, она разная для этих видов наук, то есть она не только исторически как бы меняется, она еще и там не для всех наук одинаковым образом работает. вот, ну и про, ну да, про примеры, про там консенсус математической физики про ядерную зиму и глобальное потепление, вот, да, спасибо, я, правда, не очень поняла, какой вы относительно к этим примерам хотите от меня комментарий услышать, если вы поедете. Можно я тогда чуть-чуть тоже прокомментирую, я надеюсь, не узурфирую время, значит, ну, смотрите, просто, если мы берем вот конкретно Латура, когда он утверждает, да, что научное знание это способ связывания акторов в сеть, ну, акторов человеческих и технических, вот, как этот вопрос связан с вопросом об истине? Ну, еще давно так было замечено, что вот стреляем в воображаемых турок по параболической траектории, ну, то есть за горизонтной стрельба, а попадаем в реальность. Вот это, собственно, вопрос об истине. То есть, если научное знание связывает в сеть, ну, оно может связать в сеть только, только когда оно истинное, то есть, когда мы, ну, как бы, предсказываем правильно работу наших приборов, да, не живем в собственном воображении. Вот. К чему здесь пример с ядерной зимой и климатом? Что вот у нас тоже есть некий, как бы, научный консенсус, один из, там, 80-х годов, теперь, как бы, нынешний. Вот. Но вопрос, а мы воображаемых турок попадем в данном случае или нет? Ну, про ядерную зиму, конечно, эмпирически не хотелось бы проверять, хотя вероятность этого как-то она возросла в этом году очень сильно, но не хотелось бы. Но, как мы понимаем, да, что вот, когда одна теория предсказывает, что все замерзнет, а другая, что все потеплеет, что что-то тут не так, да, вот тут надо проблематизировать. Да, я поняла. В качестве, ну, некоторого объяснения, да, вот просто, ну, понимая, как работает моделирование, вот с той же ядерной зимой, что на самом деле там было сделано. Реально, там было доказано, что у атмосферы может существовать другой режим циркуляции, не с тремя ячейками, а с одной. А утверждение, что в этот режим циркуляции она перейдет вследствие ядерной войны, на самом деле было просто руками туда вбито, что просто вот столько сажи в атмосферу будет выброшено, что все, вот оно перейдет. Но сколько будет сажи, это просто компьютерную модель человек внес руками. Но с этим все согласились, потому что это было политически выгодно. Тогда, в 80-е годы. Вот, ну, как бы, вот нечто похожее. У нас есть риск, что есть глобальное потепление. Что, как бы, да, здесь есть частичная истина, но ее очень сильно политизируют. И когда СТС, как бы, оправдывает эту политизацию, что давайте мы привлечем к обсуждению научной истины, ну, всех заинтересованных лиц, что, ну, надо учесть мнение, так сказать, масс, которые потребляют, а также надо учесть мнение феминисток, надо учесть мнение BLM, еще кого-нибудь, трансгендеров, да, то мы уже получаем не науку, а нечто другое, да, и мы выплескиваем свободу ребенка, оставляя только вот. Вот, как бы, в чем проблема. Ну, да, 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 вот именно эту проблему практически, ну, не на тех же самых примерах, но с тем же самым пафосом, как бы, ставит Коллинз, про которого я упомянула. Ну, здесь, как бы, в чем суть, что Латур политизацию понимает несколько иначе. Он не говорит о том, что здесь политика, как бы, вот это слово политика понимается не в узком смысле, что мы нас привлечем политиков и обязательно должны там привлекать вот политиков, чтобы там решать сугубо научные вопросы, если тут вообще можно говорить, да, про эти сугубо научные вопросы, и там еще кого-то, и обязательно должна быть вот эта постоянная какая-то равноправная демократия, равенство голосов всех. Вот Латур, он как бы не об этом. Да, у него политика, это такое широкое понятие, которым он, ну, как мне кажется, вместе с Ло, часто вот подменяет или очень часто сращивает его с онтологией, ну, собственно, вот Ло, да, понятие онтологическая политика, оно предполагает скорее какое-то изменение вот того самого метафизического рода, изменение наших метафизических, онтологических представлений о том, кто у нас является действующим актором, и в этом смысле для Латура как раз-таки интереснее учитывать не политиков или там каких-то экономистов, бизнесменов, там, упомянутых вами трансгендеров и так далее, а Латуру, например, важнее учитывать в этом диалоге нечеловеческих акторов. Для Латура именно признание за ними какой-то агентности, то есть, собственно, за теми объектами, которые наука признает пассивными, вот для Латура это принципиально важно, ему важно, чтобы в этот диалог были включены, то есть, конечно, да, сразу вопросы, ну, какой диалог, да, с климатом и так далее, и так далее, с какими-то нечеловеческими природными объектами, но вот Латура это понимает так, что мы должны в большей степени вот учитывать нечеловеческих объектов, для него акцент на этом сделан, а не на, собственно, о том, о чем говорит Коллинз, хотя я согласна, что такой вывод, который делает вот Коллинз и Вэвс, тоже читая Латура, он тоже может быть отсюда сделан, но в защиту Латура он как бы не к этому идет целенаправленно. Латура как бы тоже уважаю в этом плане, то есть, его мысль о том, что наше знание это в некотором смысле социализация нечеловеческих акторов, эта мысль, ну, достаточно глубокая, то есть, к ней можно прийти не только как бы с позиции Латура, но и с других позиций, то есть, в этом смысле, да, здесь, несомненно, есть такой, ну, как минимум продуктивные идеи, как максимум часть истины. Вот, а вот тот момент, что о политике, о политизации, да, проблема может быть не только в том, что ученые навязывают учитывание, ну, как бы ненаучного мнения, на самом деле, да, это такой достаточно поверхностный вред, и, опять-таки, это не только там Латурн, но и Блух занимался, то есть, другая школа, но и то, что научная антология может служить инструментом политики. То есть, когда, скажем, Докинс, ну, обсуждая вопрос существования или несуществования Бога, критикует религию там с позиции того, что вот религия воспрещает ЛГБТ, но он выходит за рамки как бы своей компетенции, причем смешивает этические вопросы отношения к ЛГБТ, да, и вопрос бытия Божия, то есть, искусственности или естественности мира. То есть, он неявно принимает, Докинс принимает некую ценность за истину, то есть, ценность на убеждение, которое, ну, вот, присуще сейчас исторически западному обществу последние лет 30, он использует как качество эпистемического аргумента, да, вот это еще, вот, может быть, вредно. Ну, я, наверное, комментариями перебрал уже. Ребята, давайте мы немножко пойдем дальше. Дело в том, что все-таки идеологическая составляющая научного дискурса, это такая тема огромная, которую мы сейчас просто не сможем раскрыть. Это тема отдельной нашей встречи, возможно. У нас есть еще поднятая рука Александр Банщиков. Мы бы очень хотели ваш вопрос услышать. Да, спасибо большое, Андрей Михайлович, несколько узурпировал время. Я тоже хочу узурпировать, во-первых, Полина, спасибо вам большое за ваш доклад. Мой вопрос был изначально про эмпирическую философию, я хочу это видео продолжить. Вот я встретился к вашему высказыванию, да, что эмпирическая философия – это сращивание философских проблематик с эмпирическими методами изучения. Ну, у меня есть на эту тему комментарии, и, соответственно, в нем уже включен некий вопрос. То есть, во-первых, насколько я понимаю, философские вопросы так и дальше поднимают все профильные ученые. Так или иначе, они все подходят к философской полюбики. Философы создают вопрос на мироздание, определяют правила игру в науку, а представители конкретных наук, они пытаются со своей колокольной, с колокольной конкретных этих наук, с этим разобраться эмпирически и экспериментально это проверить. Затем полученные данные снова рефлексируются философами, и это происходит так по кругу. То есть, это у нас цикличность теоретического эмпирического познания философа. Это историческая и диетическая связь с наукой и философией, от нее никуда и не учится. У нас формировалось тогда, когда все остальные науки и с философией вышли. Ну, мы с вами помним, что культовое произведение Ньютон называется «Математический начало натуральных философов». Швейцарский психолог, один из моих любимых, Жан Тираже, писал, что логика – аксиоматика разума, а психология по отношению к ней экспериментально науку. То есть, так он определяет отношения между философией и психологией. Философия задает вопросы, задает какой-то порядок сил, а психология уже с ними экспериментально работает. Правильно я понимаю, что современные так называемые эмпирические философы решили, что мы сами и сусами и присылок купили к себе методы из других наук. Это мне напоминает, а поправки у меня есть, я не прав, начало формирования позитивизма. Когда ученым сказали, что науку сама себе философия, нам никакая философия не нужна. Ну, мы все только пополним, к чему это привело. Если это реально схожие процессы, то к чему это может вести в данном случае? И второй у меня вопрос, не свидетельствует ли такая эмпиричность философии о некотором регрессии философа культуры? То есть, как будто бы философы различаются философствовать и начинают сыграть вот с какими-то более предметными, более зелеными архитектами. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, опять же, возвращаюсь к моему докладу, где я постаралась отразить вот эту гетерогенность эмпирических исследований науки, которые называют себя так или иначе, ну или которые можно, на мой взгляд, причислить философским. Вот они как бы разные, и действительно среди них есть те, в которых, мне кажется, действительно есть какие-то такие нотки позитивизма, в том смысле, в котором вы его описали, что действительно наука, она работает сама по себе, а не философ, а исследователь науки, он как бы приходит и исключительно таким дескриптивным путем описывает, что ученые делают, ни в коем случае не навязывая им какие-то вот свои собственные концепты, свои какие-то представления о нормах и так далее. Да, и, собственно, кстати говоря, Латур тоже начинает в чем-то с этого, что мы должны отбросить любые какие-то наши предубеждения, предустановки насчет науки и, собственно, идти смотреть, как наука работает сама по себе, ну действительно, да, в каком-то смысле без вмешательства как минимум самого Латура, не знаю, как насчет философии вообще понимаемой как-то иначе, но здесь да, вот те философы, которые занимаются этим переосмыслением метода и пытаются как-то включиться в совместный диалог, вот они как раз возвращаются в каком-то смысле к такому дескриптивизму, к нормативистскому аспекту, они-то как раз, ну и, собственно, да, сам Латура возвращается к вопросу о том, что надо бы нам как-то пересобрать социальное, нам надо пересобрать наши представления об обществе, в том числе о науке, чтобы наука и другие социальные практики работали лучше, эффективнее, и в этом смысле он, да, он предлагает какие-то, какую-то такую переоценку антологических, базовых антологических допущений, но это осознаётся и принципиально позиционируется как некий, ну не некая истина сама по себе и некое устройство реальности, которое Латура раскрыл, как вот, что на самом деле всё устроено вот так, а как некий инструмент, при помощи которого мы можем просто лучше решать какие-то совместные проблемы, и мы можем как-то лучше взаимодействовать с, ну в том числе и с наукой, вот так, я, конечно, не претендую на какое-то единственное правильное понимание Латура, Латура очень сложный автор, но я это вот прочитываю таким образом, вот, но поэтому как бы отвечая на вопрос про там прогресс-регресс, ну такое, да, развитие по спирали. Хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Максим Ковалёв, у вас была поднята рука. Да нет, я вам поднял, потому что у меня вот, знаете, скорее такая, у меня реплика, у меня такое ощущение, что вся вот эта эмпилис-кфрософия, это некий симулятор, то есть нет предмета как бы вот даже какого-то вот особого обсуждения, вот у меня вот такой вот, у меня это симулятор остается, вот, наверное, вот это. И вот наши сегодня, вот я даже смотрю просто комментарии, да, это такие у нас там сейчас такие некие там игры, да, разума, вот, а о том, как мы можем сказать, что это не наука, собственно, все замечания были к этому, что нет такого феномена, как эмпирическая наука. Тут, наверное, у меня вот такой комментарий. Спасибо огромное. Я вот что бы хотела, прежде чем резюмировать, маленький вопрос, Полина Сергеевна, вот, он тоже с подвохом. Я вижу, как и вы, и Ангелина Викторовна, ну, в принципе, я тоже, это же все жутко интересно, все и так транзитевая история, вот, уже, и не просто теория, и СТС, Латур, Анна-Маримол, все это здорово, но вопрос такой, вот, почему он возникает? Потому что мы с вами в некотором пространстве сейчас находимся в кафедре философии и науки, так, и Линч. И, в общем-то, зачастую, когда мы общаемся с учеными, они нам говорят, что в некоторых вопросах они готовы отдать бразды правления в наши руки, вполне, они туда и не заходят. Но вот их вот как раз там объективность, научность, методологию, методологию, вот то, что они за дня день своими собственными руками, да, не только вот речевым аппаратом, там, им сложным процессом, вот, я к чему мы с вами, и это, может быть, просто воздух сейчас пока вопрос, но все-таки мне кажется, что научный реализм, который так или иначе воскрешают самоотверженно разные европейские авторы, и американские, и канадские, и так далее, да, он тоже пред... В нем внутри заложено то, что может позволить спутать его с эмпирической философией. Это совершенно проразно. Но общего у них, что и те, и другие говорят о необходимости поворота философии в какую-то практическую сферу. Кто-то говорит про мораль, кто-то говорит вот про, ну, все-таки научный реализм, ну, вот, такое вот своеобразное представление в науке будет у нас про объект, ну, а кто-то будет говорить про агентность и так далее. Вот для вас, ну, такой вопрос очень общий, может быть, будет тем проще, если хотите углубить. Почему, выбирая что исследовать, вы выбираете СТС, а не научный реализм? Вот такой вопрос. Вот такой вопрос, связанный с автобиографией исследователя. Как так получается, что мы выбираем те или иные темы? Ну, тут, да, такая в том числе детерминация тем философским и исследовательским дискурсам, в котором я становилась как исследователь. Возможно, я, конечно, не знаю, если бы я формировалась как исследователь в обществе каких-то матерых реалистов, может быть, вышло как-то по-другому. Но продолжая вашу вот линию развлечения, у меня она просто тоже очень близка, я тоже как бы смотрела, когда вот это исследовала, что есть, да, вот экспериментальная, например, философия. Вот это как раз, как мне кажется, да, такое развитие линии с одной стороны, да, в чём-то реализма, в чём-то вот такого предельного натурализма в духе Квайна. И да, здесь как бы очень много чего-то похожего, но это про другое. И причём не всегда очень чётко можно различить, где там отличия. Потому что, например, сам Латурта, он как раз и говорит о том, что он тоже, в общем-то, реалист, он просто своеобразный реалист. Вот, он как раз-таки говорит о том, что вот его все там критикуют, да, что он науку понимает как конструкт, но если мы что-то конструируем, не значит, что это нереально. Мы его сконструировали, оно есть, и оно вполне себе реальное. Вот, то есть тут тоже реализмы бывают разными, это только ещё больше запутывает. Да, абсолютно верно. Конструктивный реализм никто не отменяет. Очень хорошо. Полина Сергеевна, спасибо вам большое за доклад, за вашу увлечённость, за то, как вы ставите вопросы, как вы ищете на них ответы, как вы отвечаете на вопросы аудитории. Ещё раз спасибо большое, Ангелина Викторовна. Мы заканчиваем, но прежде чем закончить, я обращаю ваше внимание, что в 20-х числах мая, то ли 20-го, то ли где-то вот там посмотрим, уточним, потому что 22-ое я сейчас посмотрела, это воскресенье, мы устроим семинар, посвящённый вот Валерию Григорьевичу. Это будет приблизительно 40 дней. 40 дней. У нас есть уже планы о дальнейших семинарах наших. Мы будем пытаться двигаться в сторону обсуждения образования. Это, может быть, не так вот на первый взгляд интересно, но вообще это всех нас непосредственно касается. Да, эпистемиологические основания образовательных методов и методик, например. Ну, вот пара слов. Огромное спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем обсуждении. Мы большие молодцы, и так держать флаг философского факультета должен быть подмыт высоко, развиваться. И то пространство философских практик, которые нас формируют, оно и есть для вас, собственно, самая интересная, самая лучшая, самая истинная философия. И в этом отношении понятие истинности для нас очень понятно и не столь двузначная, как в других смыслах. Спасибо всем огромное. Большие молодцы. Все, увидимся. Всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.